Как ведет себя педагог? Четкий свод правил семьи Тереховских. В каждой школе будет создаваться своя неповторимая атмосфера. Они из школы приносят определенные паттерны моделей поведения педагогов домой. Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня рады приветствовать вас на интервью из цикла «Живая школа». Мое имя Виктор, я сооснователь компании Unknown Marketing и сегодня я вместе с Ольгой Гаранжой с основателем и руководителем семейного клуба «Мечта» поговорим о том, каким должен быть руководитель живой школы. Оля, добрый день! Добрый день, Виктор! Прежде чем мы сейчас поговорим о руководителе живой школы, я думаю, будет полезно напомнить несколько тезисов нашего предыдущего интервью касательно того, что такое в принципе «Живая школа». Могла бы ты в двух-трех предложениях, описать тезис на что такое «Живая школа» и куда мы идем. Прежде чем мы перейдем к понятию «Живой школы», я предлагаю немножечко зайти в контекст. Сейчас, когда разрушаются школы в нашем Харькове, у нас есть возможность построить не только новые стены для наших детей, а и осознать, как трансформировать существующую модель образования. Создание школы, которая остается в памяти человека как интереснейший этап жизни. И давай, Виктор, мы сейчас с тобой вместе помечтаем, и я уверена, что мы выскажем мнение многих наших родителей о том, какой мы видим школу для наших детей. Вот для тебя, как папы, что важно? Ну, для нашей семьи, для меня и для моей жены важно, чтобы школа давала своей деятельностью продолжение тех ценностей и принципов, которые мы воспитываем дом. У нас есть там четкий свод правил семьи Тереховских, да, у нас есть ценности, которые мы прививаем в семье. Для нас очень важно, чтобы школа была нацелена на продолжение воспитания личности ребенка именно в этом направлении. Также для нас очень важно ощущение ребенка в школе. Ощущение, когда ребенок не хочет уходить даже после продленки, это говорит о том, что действительно ребенку там комфортно. И наоборот, когда я вижу много плачущих детей у дверей школы, еще на обходе. Я понимаю, что где-то есть какие-то вопросы. То есть, наверное, самое главное – это продолжение дела родителей в плане воспитания ценностей и принципов взаимодействия с другими людьми. И ощущение, ну, если не дома, то очень комфортного, приятного и теплого места, куда хочется видеть. Я тебя очень поддерживаю в этом стремлении, потому что для меня, как для мамы, тоже очень важно, чтобы мой ребенок с интересом приходил в школу, и у него было огромное желание туда возвращаться. Более того, для меня еще важно, чтобы время моего ребенка, проведенное в школе, было использовано результативно с точки зрения его личностного роста, чтобы в школе мой ребенок мог получать первый свой успех и первый опыт сотрудничества, коммуникации, применения своих знаний, которые он получает в жизни. Это мы высказали мнение родителей, и я подчеркну, уверена, что большинство нас в этом поддержит. Но как сооснователь семейного клуба «Мечта» живой компании, скажу, что наши с вами пожелания – это все про живую школу. Иными словами, живая школа – это не что, а кто. Кто – это дети, выпускники школы, и кто – команда педагогов, которые воспитывают личности детей. Нам важно понять, что школа – это не стены, это ее педагоги. Именно педагог способствует воспитанию личности каждого своего ученика. И живая школа должна способствовать сотрудничеству между родителями и педагогами. Окей, то есть школа – это педагоги, и здесь я полностью согласен, потому что даже мы при выборе школы для своего сына, это было относительно недавно, мы действительно шли на преподавателей. Мы не шли за статусом, мы не шли за какими-то понтами и так далее. Мы шли на людей, которые действительно имеют призвание быть педагогом. Здесь я полностью согласен. Но еще по опыту обучения, моего опыта обучения в школе, я могу сказать, что дети приносят модель поведения, которую они видят дома, в школу, и наоборот, они из школы приносят определенные паттерны, модели поведения педагогов домой. Так вот, что происходит иногда, и то, что я помню по своему опыту, и то, что я слышу из уст других родителей, что дети видят историю про склоки между учителями, про конкуренцию между учителями. И они вот эту модель поведения, что они начинают делать? Начинают ее где-то там переносить домой. Даже не домой, не осознанно копировать. Не осознанно копировать, да, абсолютно верно. И вот как с этим быть, когда мы говорим, что с одной стороны школа – это педагоги, а с другой стороны модели поведения внутри коллектива педагогов являются с точки зрения некоторых семей или с точки зрения родителей неприемлемыми. Вот как с этим конфликтом, что с ним делать? Носителем организационной культуры любой школы является ее руководитель. Ну, давайте рассмотрим несколько примеров. Первый, вы его буквально озвучили, да, это когда в коллективе царит конкуренция, ссоры, споры, обсуждение, кто в чем пришел, желание подставить другого или казаться лучше за счет другого. Это так называемая внутренняя борьба. Внутренняя борьба, как мы знаем, любая борьба приводит к разрушению. Более того, педагоги передают эту борьбу детям, ученикам школы и неосознанно обучают их этим навыкам. Вот вопрос, может ли педагог, учитель быть недовольной жизнью личности? Вот нам важно родителям понять, что дети – это наша карма и одновременно дети – это наши учителя. И сначала мы, родители, передаем свою систему мышления и систему ценностей нашим детям, а в последующем свой образ мышления передают детям их учителя. И здесь важно понимать, как ведет себя педагог, что он видит в сложившейся ситуации – проблема или возможность. Это первый такой пример атмосферы в школе. Второй пример – это когда ты приходишь в школу и ощущаешь атмосферу сотрудничества, заботы, соконкуренции, уважения, принятие уважения различных точек зрения, что, в свою очередь, мы знаем, способствует развитию человека. Вот именно в таком коллективе всегда будет царить атмосфера творчества и созидания. Это значит, что команда педагогов будет передавать эти ценности детям. Так вот, носителем климата общения любой школы, как и любой компании, является ее руководитель. Именно он создает философию школы, определяет, ради чего создана школа, прописывает ценности, внедряет их в жизнь компании или школы. Именно то, что будет объединять команду коллектив школы. И, конечно же, создателем климата общения в коллективе. Безусловно, что живая школа, она должна стать островом счастья для детей, родителей и педагогов. Супер. А значит ли это, что миссия руководителей или же миссия таких школ, живых школ, должна быть одинаковой? Безусловно. Или же они могут быть разными? Ну, миссия школ или миссия руководителя? Нам сейчас важнее, если мы начнем со школ, затем при нем руководителем. Миссия школы – это воспитание осознанной личности ребенка. То есть она будет общей для всех живых школ? Безусловно. Безусловно, потому что каждый человек, он должен получить качественное образование для себя и на равных правах. То есть каждый ребенок, который приходит в мир, он ценен для общества. У него есть свой талант. К миссии руководителя школы. Хорошо, тогда перейдем к миссии руководителя. Что у него должно быть... Какова должна быть миссия руководителя для того, чтобы он все-таки имел моральное право быть во главе живой школы? Вдохновлять команду людей вокруг себя на воспитание осознанной личности каждого своего ученика. И создавая условия для реализации и раскрытия внутреннего потенциала каждого учителя и каждого члена команды, который работает в школе. Хорошо. Нам важно понять, что только личности способны воспитать личности. Окей. Давайте сейчас выстроим логическую цепочку. То есть мы говорим о том, что дети перенимают и смотрят на модель поведения внутри коллектива педагогов. Скажем, в школе. Для того, чтобы... Да, безусловно. Это организационная культура, которую мы не можем увидеть, но которую мы можем почувствовать. Отлично. Для того, чтобы воспитать личности детей, нам нужна организационная культура соконкуренции, заботы. И она должна быть направлена на воспитание личности детей. Это то, чем должны руководствоваться педагоги внутри этого коллектива. Верно? Безусловно. Потому что педагоги, когда приходят на свое рабочее место, они должны заниматься тем, ради чего они приходят на работу. Воспитание личности каждого своего ученика. Супер. И мы говорим о том, что воспитанием, назовем это воспитанием или же раскрытием внутреннего потенциала каждого педагога занимается как раз руководитель. Безусловно. Именно он вдохновляет команду учителей на созидающий труд. Отлично. То есть руководитель работает с коллективом педагога. Объединяя их и создавая условия для их творческого, личного и профессионального роста. Супер. Задача руководителя – раскрыть внутренний потенциал каждого педагога внутри коллектива. Хорошо, здесь понятно. Касательно профессиональных навыков. Со своей профессиональной точки зрения, ты как профессионал, педагог со стажем, расскажи, что необходимо знать и уметь с профессиональной точки зрения руководителю живой школы? Ну, первое – это то, что просто учитель не может стать руководителем школы. Почему? Потому что руководителю необходимо обладать ряду кросс-функциональных знаний и умений. Для меня, как для руководителя, очень важны были знания, такие как искусство коммуникации и управления компанией, психология, нейропсихология, педагогика, внутренний и внешний маркетинг, финансовое мышление, трансформационная экономика. Именно эти знания, они должны нести трансформационный характер в деятельность руководителя школы и давать возможность видеть причинно-следственные связи. Что я здесь имею в виду? Другими словами, какие решения повлекут за собой, какие результаты. Управлять – это значит засевать голову тем хорошим, что мы хотим видеть в результате от своих сотрудников. В данном случае – педагогов. В данном случае – голову педагогов. Правильно понимаю? Безусловно. Мысли. Не просто голову, а мысли, мышление. Отлично. Ты перечислила действительно очень важные и полезные области знаний для руководителя. Вопрос, я думаю, который заинтересует наших слушателей, это касательно маркетинга. Школа и маркетинг. Как знания маркетинга могут помочь руководителю живой школы стать действительно руководителем, который поведет за собой? Именно в школе. Вот в маркетинге школа. Как ты это видишь? Маркетинг в школе. Ну, на самом деле, сейчас уже не работает реклама. Сейчас работает доброе имя педагога. И педагог, который сумел создать себя, свое имя, как личный бренд, именно это и способствует его продвижению. Вот это то, с чего мы начинали нашу беседу. Когда вы, Виктор, привели пример, что вышли в школу на конкретного педагога. Почему? Потому что вы узнали о нем от кого-то, от того, кто уже имел хороший положительный результат. Дети – это самое ценное для нас, для родителей. И, безусловно, мы хотим создать для них такую атмосферу, где они будут получать качественное образование и становиться воспитанными, гуманными и образованными личностями. Супер. Я еще думаю о том, что маркетинг из школы, в принципе, маркетинг направлен на то, чтобы создать такие условия, при которых каждый сотрудник компании, в данном случае каждый сотрудник школы, стал бы маркетологом. Место, где он работает, да, и вот знание о том, как помочь каждому педагогу действительно гордиться и получать удовольствие от места, где он работает до такой степени, чтобы он бы советовал работу в школе своим детям, своим внукам и так далее. Ну, я думаю, мы сейчас немного примера увидим, когда педагоги со стажем советуют своим детям, иди, которые, наверное, в школу, там классно. Вряд ли это сейчас можно услышать, но вот когда руководитель живой школы имеет такой потенциал и знания, и умения выстроить всю систему управления, затем систему маркетинга в школе. Мы сейчас не говорим о продажах, да, чего-то, мы сейчас говорим о воспитании мышления, когда каждый человек внутри коллектива гордится за то, что он делает, гордится за дело, которое они все вместе командой выполняют, и от этого становится маркетологом своей школы. Хорошо, супер. Ну, вот здесь я немножечко добавлю, что, по сути, каждый учитель, он есть руководитель в классе, да, команды учеников, и поэтому знания эти, безусловно, нужны и учителям сегодня. С профессиональными качествами разобрались. Что по личностным качествам? Какими личностными качествами должен обладать руководитель живой школы? Ну, во-первых, это воля и терпение. Воля, чтобы внедрить систему знаний в жизнь школы, и терпение. Почему? Потому что есть осознание у меня, как у руководителя, что результат не будет сииминутным. Потребуется время для того, чтобы увидеть первые результаты осознанного внедрения системы знаний. Это эмоциональный интеллект, самообладание, лидерские качества, которые помогут руководителю создать условия, чтобы его люди, сотрудники компании, доверились и были согласны следовать за руководителем по неизведанному новому пути. А мы знаем, что мозг человека устроен таким образом, что он все новое отторгает. Для начала вот эти качества необходимо обязательно иметь руководителю, чтобы создавать альтернативную систему образования. Окей, то есть воля, терпение, лидерские качества. Я бы, наверное, сюда добавил еще все-таки какую-то внутренний стержень, несгибаемость, наверное. Среди личностных качеств, которые помогли бы ему. Да, уверенность. Ну, я бы все-таки это сказал именно про стержень. То есть он уверен в этом, но он должен быть готов к тому, что это будет саботироваться, это будет специально, скажем так, отвергаться. Он должен быть готов к тому, что он будет продавливать эти изменения. То есть это означает иметь характер, иметь стержень для того, чтобы все это воплощать в жизнь. На самом деле хочу здесь дополнить, что вот этот стержень, он возникнет тогда, когда руководитель будет обладать знаниями и уверенностью, что нужно идти именно по этому пути. Вот этот стержень руководителю дает кросс-функциональные знания, которые мы выше перечислили. Хорошо. Что в таком случае, если мы говорим, что концепция действительно направлена на воспитание личности детей, она обоснована и разложена по системам управления, что мешает современным школам, взять и переориентироваться на эту историю. Ситуация государственных учреждений на данный момент такова, что директор, руководитель учебного заведения не имеет полномочий принимать решения. За него все решает раздутый госаппарат, и каждый из которых должен создавать видимость и значимость своей деятельности. Отсюда бесконечная численность документаций, которая рушится на руководителя школы, а соответственно уводит его от главного, его фокуса, того, что создается для детей сегодня. Окей. Хорошо. Чем на самом деле тогда должны заниматься руководители? Мы проговорили, что это не документация, судя по всему. Мы проговорили, что это история про раскрытие внутреннего потенциала педагогов. Что конкретно? Что нужно делать? Вдохновлять педагогов. И именно с этой целью должны быть при каждой школе организованы университеты, в которых педагоги смогут системно и постоянно получать знания, и личные, и профессиональные. Я могу поделиться тем, что мы, наша руководящая коалиция семейного клуба «Мечта», на постоянной основе и даже в периоды карантина, в военное время, постоянно ведем обучение наших сотрудников. В первую очередь мы преследуем личностный рост сотрудников, потому что мы понимаем, что сегодня для того, чтобы получать профессиональные знания, очень открытый доступ ко всему было бы желание. А вот помогать друг другу становиться лучше, чем мы были вчера, вот это вот основная цель нашего корпоративного университета. И сегодня мы уже имеем первые результаты. Это именно то, как о нашей команде отзываются родители, которые приводят к нам на обучение своих детей. Я с удовольствием поделюсь нашим личным опытом внедрения системы управления, которая была получена нами в Международной школе управления ГЕЛОН, высшей Международной школе управления ГЕЛОН. Но сразу хочу отметить, что я делюсь этим примером не для того, чтобы показать, какие мы классные руководители, а для того, чтобы сфокусироваться на том, как комбинация осознанного подхода руководителю и управляющей коалиции к созданию команды и объединения команды вокруг общей идеи приносят нам уже результаты, которыми мы гордимся. Для нас наши клиенты это намного больше, чем просто клиенты. Это одна наша большая семья. И в январе 2022 года мама одного из наших деток поделилась, что сейчас дословно цитирую. Мне очень сильно нравится ваш коллектив. Я впервые такого вижу. Девочки все сияют в плане работы и отдачи. Желаний много, энергия в ваших домиках мне очень нравится. Еще один отзыв от своих родителей я получила буквально на прошлой неделе, когда задали вопрос, какому педагогу вы хотите отдать своего ребенка. Ответ был, что мне все равно, потому что каждый педагог у вас профессионал, и мы будем с радостью просто учиться в мечте. На самом деле от этих слов, я сейчас выскажу мнение всех руководителей мечты, мы испытываем искреннее счастье, потому что компания это люди. И с 2018 года мы осознанно внедряли в жизнь нашей компании систему знаний, которые были получены в Международной школе управления ГИЛОН. На самом деле результат это не то, что мы говорим сами о себе, а это то, что видят, ощущают наши родители. Ну то есть, теперь сказать о том, что управленческое образование плюс желание руководителя раскрыть внутренний потенциал педагога плюс желание самого педагога воспитывать личности детей будет вот эту вот идеальную комбинацию живой школы. Безусловно. И именно эта организационная культура будет некопируемым преимуществом любой живой школы, потому что, как ни крути, но в каждой школе будет создаваться своя неповторимая атмосфера. Супер. Ну, безусловно, сегодня очень можно легко скопировать стены, мебель, плакаты, доски. Но что нельзя скопировать? Атмосферу, которую ежедневно ощущают дети и их родители в школе. Нельзя скопировать людей, абсолютно верно. Хорошо. Давай напоследок два блиц-вопроса отвечаем не более, чем одним предложением. Вопрос номер один. Что должно быть в фокусе руководителя живой школы? Дети и все, что для них создается. Супер. Может ли учитель стать руководителем за выслугой лет? Да, если он получил управленческое образование, имеет видение, как внедрить альтернативную систему образования в жизнь школы, потому что управлять значит вдохновлять. Нельзя стать руководителем за выслугу лет или по блату. Огромное спасибо. Действительно, очень приятно было услышать твое видение, и оно очень сильно коррелирует с теми мыслями и теми идеями, как мы, родители, видим будущее наших детей в школе. Мы прекрасно понимаем, что сегодня акцент школы должен быть не на знаниях, а на воспитании личности. Мы прекрасно понимаем, что сегодня получать знания уже не есть проблемой, а есть проблемой передачи этих знаний от сердца к сердцу и воспитание, воспитание педагогов действительно личностей, а не людей, которые спустя 11-12 лет так и не понимают, чем они хотят заниматься в этой жизни. И это страшно. Проходит ещё 5-6 лет, и они снова не понимают, чем они хотят заниматься в этой жизни, и они, соответственно, просто-напросто не реализуют свой внутренний потенциал, который в них заложен природой. Виктор, я уверена, что пришло время перемен, и благодаря нашим интервью и нашим знаниям, которые мы получали, образовываясь вместе, мы эти перемены сможем внести в жизни наших детей. Я тоже в это верю, и мы, как компания, вместе действительно очень хотим быть частью, активной частью всех этих мероприятий. Ещё раз огромное спасибо, я для наших зрителей и слушателей коротко проанонсирую следующее интервью. Мы идём по системе управления, сегодня мы обсудили роль руководителя, следующее интервью будет посвящено тому, какая миссия руководителя. Мы сегодня этого коснулись, но мы продолжим эту тему в рамках «Живой школы», миссия «Живой школы», её ценности, принципы взаимодействия и в целом видение «Живой школы» как принципиально иного образовательного учреждения в Украине. Оль, ещё раз огромное спасибо, буду рада обсудить следующую тему, и до встречи! До встречи, Виктор, взаимно, благодарю! До встречи, счастливо! До встречи!